МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо в эфире программа события. Новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На встречу переменам на Красной Глинке в этом году преобразят сразу два сквера. Горожане готовят коньки, коммунальщики, реагенты. В Самаре грядет похолодание. Впервые сняли гриф «Совершенно секретно». В Самаре открылась выставка уникальных документов индустриального развития региона. Комфорт не только в центре, но и на окраине. Сразу два сквера на Красной Глинке в Самаре обретут новый облик в этом году. Сквера в Чарово в Прибрежном сделают местом притяжения для спортсменов. Здесь установят тренажеры и оборудуют поля для футбола, баскетбола и хоккея. Благоустроят и сквер около ДК «Искра». По местам, которые вскоре преобразятся, отправилась глава города Елена Лапушкина. Мария Левина присоединилась. В доме 11 по улице Крайнея в поселке Управленческий соседи живут дружно. Общими усилиями стараются поддерживать и сам дом, и площадку вокруг в порядке. В 2017-м узнали о федеральной программе формирования комфортной городской среды и решили принять участие, благоустроить двор. Марина Баранова, как и многие другие жители дома, приложила руку к проекту. Именно их мнение, где что установить или заменить, легло в основу плана. Надо. А у нас дорога плохая. У нас дорога вся в ямах. Мы сколько ходили, ходили, тоже спросили. Но потом, видите, вот эта программа вышла. Мы в нее вошли и, пожалуйста, вот нам. Мы очень рады. Для того, чтобы двор стал комфортным, здесь установят новые лавочки, оформят зеленые газоны, а за домом, рядом с детской площадкой, высадят деревья. Площадку для малышей тоже реконструируют. Появятся здесь и новые парковочные места, обновят дорогу. О том, какие работы здесь предстоят, главе города Елене Лапушкиной рассказала управляющая микрорайоном. Весь двор будет полностью облагорожен. Когда обсуждались с жителями все нюансы, так сказать, и даже сами жители придумали, как бы так все сделать, чтобы не уменьшать газон. В этом году в Красногленском районе преобразят сразу два сквера. Один из них прилегает к Дому культуры Искра. В уникальном здании 52-го года постройки местные детвора занимаются в кружках и секциях. Поэтому и площадку вокруг решено преобразить. Второе дыхание она получит благодаря программе «Твой конструктор двора». Еще один сквер, который благородит, находится в поселке Прибрежный. Сквер Овчарова – это парковая зеленая зона с большой территорией. Но пока на ней расположен только каток, а местным жителям хотелось бы, чтобы здесь и летом было можно заниматься спортом. По плану в сквере появится площадка с тренажерами, а возможно и еще один спортивный объект. Совсем скоро здесь установят лавочки, урны, отремонтируют пешеходные дорожки, освещать которые будут новые фонари. Обновят газон и посадят новые кустарники. И скверы, и двор в Красноглинском районе обретут новый облик уже в этом году. Мария Левина, Максим Гусев, События. В Самаре с начала февраля уже выпала около половины месячная норма осадков. Положительные температуры превращают снег в лужи, а к концу недели синоптики прогнозируют похолодание. Температура в ночные часы опустится до минус 5 градусов. Это значит, что дороги превратятся в каток. Городские службы благоустройства готовят реагенты. В ход пойдет дополнительная партия – более 200 тонн. Сегодня на уборку городских дорог, тротуаров, остановок, лисичных марш и пешеходных переходах вышло более 300 коммунальщиков и более 200 единиц техники. Ведется работа и по откачиванию воды с дорог. В основном так называемые бойлеры работают в Куйбышевском и Кировском районах. На этих местах унтаблагоустройство дежурит в круглосуточном движении откачивающая техника бойлера. Соответственно, по мере прихода воды она откачивается и сливается с системой ливневой канализации. Для того, чтобы система ливневой канализации эффективно работала, инженерной службой производится мониторинг пропускной способности. В случае обнаружения мест, где образовался пробки, витатель льда, сети ливневой канализации проливаются горячей водой. Переход в одном направлении. Для тех, кто выберет электронную трудовую книжку, возврат к прежнему бумажному носителю не предусмотрен. Специалисты поясняют все плюсы новой системы. Завести электронную трудовую можно будет только по желанию работника. Как и следовало ожидать, пока россияне с осторожностью относятся к нововведению, опасаясь за ненадежность электронного носителя. Однако в пенсионном фонде уверяют, что система имеет наивысшую степень защиты и до настоящего времени работает без сбоев. Введение электронной трудовой книжки позволит исключить неточность формулировок и нарушение законодательства со стороны работодателей, из-за которых впоследствии могут возникнуть проблемы в расчете пенсионного дела. Электронная трудовая введена с 1 января 2020 года, но обязательно настанет только для тех, кто впервые будет трудоустраиваться в 2021 году. Это сотрудники, которые будут приходить, впервые устраиваться на работу с 2021 года. Вот по тем гражданам Российской Федерации, которые будут устраиваться на работу с января 2021 года, предусмотрен законодательству только один вид, электронный вид сведений о трудовой деятельности. Бумажного варианта для них не предусмотрено законодательство. Я обращаю внимание всех работодателей. У нас на сайте Роструда уже размещено как проект, макет, уведомления, которые каждый работодатель должен выдать каждому своему работнику о переходе на иной вариант введения сведений о трудовой деятельности. Поэтому я вас ориентирую, что в первом полугодии вот эти уведомления должны быть выданы в письменном виде каждому работнику. Собирают историю по крупицам. Письма и фото самарских фронтовиков отправят в Московский мультимедийный музей при главном храме Вооруженных сил России. В Самарском доме офицеров открылся пункт оцифровки документов. С первыми его посетителями познакомилась Лариса Шалафаст. Вот вы теперь в базе данных Министерства обороны. Ага, спасибо. На портале Дорога памяти. Первым посетителем пункта оцифровки фото и писем военных лет в Доме офицеров стал герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. Он рассказывает, на войне было не до фотографий. Единственный снимок сороковых сделан уже после победы. Владимир Иванович служил танкистом и уверен, герои достойны вечной памяти. Участник войны признается, никогда не забудет свой экипаж. Из горящего танка удалось выбраться только ему. Главные победители в этой Великой Отечественной войне, кто первый день и последний день отдал за свою жизнь, за нашу победу, они главные победители в этой войне. Оцифровать фото пришел и участник войны Иван Васильевич Копалов. До 45-го года он работал в органах госбезопасности. Потом попал на Дальний Восток на войну с Японией. Ну сколько мне лет было? Считайте, я с 26-го года рождения, в 45-м году сколько? В 19-й год один парнишка имел какой-то фотоаппарат типа Лейки. Ну и говорит, давайте я сфотографирую. Я вру, давай. Вот. Сфотографировал. Прямо в радиостанции. Пункты приема фотографий открываются по проекту Министерства обороны «Дорога памяти». Это одно из поручений президента. После оцифровки все материалы передадут в мультимедийный музейный комплекс в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Цель проекта – сохранить память о фронтовиках для будущих поколений. В Самарской области уже собрано и оцифровано более 11 тысяч фотографий фронтовиков, а также более 350 тысяч выписок из личных дел и писем бойцов Красной Армии с полей сражений. Каждый из нас с вами может стать частью своей семьи, стать частью огромной истории Российской Федерации. Давайте это сделаем. Добавить информацию о своем родственнике в галерею «Дорога памяти» может любой желающий. Зоя Юльевна Трифонова пришла в пункт оцифровки, чтобы передать информацию сразу о трех родственниках – своем дедушке, маме и отце. Все они оказались на фронте, и для нее они настоящие герои. Для меня это очень животрепещущий вопрос. Это их жизнь, это их молодость. И как об этом не знать и не помнить? Обязательно надо это знать. Если у вас сохранилась информация о родственнике, участнике Великой Отечественной войны, вы также можете внести эти данные на сайт «Память народа». Специалисты Минобороны будут постепенно дополнять базу данных архивными материалами. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. Они называют себя «Антоновцы». В 21-й школе Самары работает мемориальный музей имени легендарного комбрига Виктора Антонова. Он в единственной положей кавалер четырех полководческих орденов – Суворова, Кутузова, Александра Невского и Жукова. Ученики и педагоги бережно хранят уникальные экспонаты. Это каски, осколки снарядов, архивные фотографии и военная форма. Репортаж Мария Илчан. Восьмиклассница Ольга Пургаева – экскурсовод школьного музея. Девушка увлекается историей и вот уже третий год проводит экскурсии для учеников других классов, а также гостей. Это очень интересная работа, очень интересно сотрудничать с людьми, с гостями, которые проезжают, да и с самими учениками нашей школы, которые очень сильно интересуются историей создания нашего музея, истории Виктора Сергеевича Антонова и всей его жизнью. Музей носит имя легендарного комбрига Виктора Антонова, участника Великой Отечественной войны. 19 февраля 1998 года 21-й школе присвоили его имя. Антонов – единственный в Поволжье кавалер четырех полководческих орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского и Жукова. Он был частым гостем образовательного учреждения, здесь преподавали его друзья, вспоминают учителя. У них сохранились даже архивные кадры, на которых запечатлен легендарный комбриг. Хоть мы ждали, что он пробьет, своими танками пробьет нашу оборону и может пройти в глубину до 100 километров, тогда бы его вторые эшелоны замыкали, мы бы противника окружали тогда в этой обороне, в нашей, которой мы занимали, и тогда бы уничтожали его на нашей обороне. Музей открылся в школе 18 лет назад. Над его созданием работал весь педагогический коллектив. Сейчас здесь проводится работа по патриотическому воспитанию учащихся. В музее хранится свыше 500 экспонатов военного времени. Это личные вещи, подлинные фотографии и документы. Один из самых уникальных предметов – карта боевого пути. Ее составил сам Виктор Сергеевич. Он командовал 36-й инженерной саперной бригадой во времена Великой Отечественной войны. Комбриг участвовал в московской, сталинградской, курской битвах. И что интересно, эти экспонаты используем мы даже на уроках. Вот я еще являюсь учителем географии. И, например, вот эту карту мы используем на уроках географии. Какие условные знаки, направление сторон горизонтов, расстояние. В музее есть и вещи жены Виктора Антонова Зои. Например, письмо, которое еще не замужняя девушка написала маме перед отправлением на фронт, который свел ее с будущим мужем. Мэри Елчан Василий Кладошов. События. Марш-бросок десантников полторы тысячи километров в память о победе в Великой Отечественной войне стартовали разведчики в Ульяновский финиш. В Нарофоминске Самара тоже в маршруте. Зачем нужны такие марафоны, выяснил Сергей Кизуркин. Разведка ульяновской бригады воздушных десантников, преодолев сотни километров пути, добралась до Самары. Это только первый этап. Марш-бросок рассчитан почти на полторы тысячи километров, посвящен победе в Великой Отечественной войне и 90-летию ВДВ. Все участники похода первый переход выдержали. В марше солдаты говорили о событиях 75-летней давности. Больше гордость берет за то, что мы силой и духом переломили этот ход событий. И сейчас мы живем в свободной стране. В каждом городе, куда приезжают участники марш-броска, они проводят встречи со школьниками, на которые приходят и ветераны. Среди них и Сергей Алехин. Участник Сталинградской битвы ушел на фронт в неполные 16 лет, прибавив возраст. Комиссовали после ранения в голову. Никогда не забудет чувства, которые на него нахлынули, когда увидел пленных фашистов. Об этом в парке победы у мемориала ветеран рассказал участникам торжественного собрания в честь завершения Сталинградской битвы 2 февраля 1943 года. Чувства были просто, понимаете, брезгливые, потому что они шли сгорбленные в этих своих тонких шинелках, особенно итальянцы в голубых своих. Они вот шли, падает, замерзая, потому что морозы были до 30 градусов. Упал немец, не обращая внимания. Это наши только русские душой подбирали человека, вели его, тащили его, но все-таки не бросали. Возложить цветы к вечному огню и послушать вехи истории Великой Отечественной войны от участников тех событий пришло руководство Советского района и представители самарской молодежи. Ребята уверены, историю страны нужно знать, чтобы ощущать себя единым народом. И такие военно-патриотические акции способствуют этому. Есть люди, которые узнают только на этих мероприятиях, есть такие, которые чтят и помнят великую нашу победу. Я думаю, что нужно не только на этих мероприятиях вспоминать об этом, но также и для себя именно углубляться в историю, узнавать какие-то факты новые, известные уже. Военно-патриотические акции в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходят во всех городах и селах, через которые проложили свой маршрут, ульяновские десантники. Впереди у них еще сотни населенных пунктов и городов. В том числе Казань, Чбоксары, Нижний Новгород. Закончится марш-бросок в Наро-Фоминске. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Фотографии и документы, свидетельствующие о промышленном прорыве. В Самаре открылась выставка от ветряных мельниц до космических кораблей. Страница индустриального развития 19-20 веков. Среди экспонатов много уникальных. Одним более 150 лет, другие впервые представлены общественности. О редких документах расскажет Елена Малютина. На выставке представлены подлинники и копии уникальных документов. Например, среди них письмо Сергея Королева, главного конструктора, о работе завода «Прогресс», а также о создании лунной ракеты «Н-1». Сверхтяжелая ракета должна была использоваться для советских экспедиций на Луну. Долгое время лунная программа была засекречена. Ее раскрыли лишь в 80-х годах прошлого века. На выставке от ветряных мельниц до космических кораблей представлены документы, которые отражают промышленное развитие губернии, начиная со второй половины 19-го и практически до конца 20-го века. В экспозицию вошли документы и фотографии из трех архивов. Самарского областного государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива Самарской области и Российского государственного архива в Самаре. Организаторы готовились к выставке более полугода. Подготовка плана, сбор материалов со всех архивов, их систематизация и финальный этап уже вот выставка создавалась, собственно говоря, в макетированном виде. Показать вообще весь масштаб, то есть от небольших мельниц, от небольших предприятий самарских купцов до революции, до промышленных гигантов, известных, которые были известны на весь Советский Союз, поставлять свою продукцию, в том числе и за рубеж, и сейчас остаются крупнейшими, так сказать, локомотивами промышленности нашей региона. Особое место в экспозиции отведено документом, посвященным работе предприятий в годы Великой Отечественной войны, а также послевоенному промышленному развитию Куйбышевской области, строительству в Орской ГЭС, металлургического завода, автоваза, нефтехимических предприятий. Очень мне понравился стенд, где показаны молодые помощники фронту, слесари, сборщики всех заводов, которые были организованы после эвакуации из Москвы на Безымянке. Очень здорово показан их труд, который четко определил победу. Ознакомиться с уникальными архивными документами может любой желающий. Выставка будет работать до начала марта. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. Серьезный пожар произошел в Самарской области в бывшем общежитии в районе вокзала станции Сызрань-1. Об этом сообщает МЧС по Самарской области. На поль дежурного поступило сообщение в начале 12-го ночи. На место происшествия выехал расчет из 48 огнеборцев и 13 единиц техники. Пожарные выяснили, что горели домашние вещи, мебель и полы на втором этаже здания на площади 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован через час. В результате пожара никто не пострадал. В целях безопасности из зданий было выведено 30 человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Еще один пожар произошел в ресторане «Фуджи Суши» в Долотном переулке. Информация о возгорании поступила дежурному в 12.35. Прибывшие на место огнеборцы усыновили, что на кухне заведения во фритюре загорелось масло. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В его тушении участвовали 9 человек. В течение 15 минут огонь был полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Самолеты авиакомпании «Победа» не будут летать из Самары и Ростова-на-Дону. По словам их представителей, это вынужденная мера из-за резкого роста стоимости обслуживания в аэропортах этих городов. О переменах стало известно после того, как «Лоукостер» сформировал летнее расписание на 2020 год. В нем 23 международных и 81 российское направление, в том числе 47 прямых региональных маршрутов. В этом году будет отменено 5 направлений из Москвы и Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону и Самару. Эти рейсы будут выполняться до 29 марта. А также из Сочи в Самару рейс выполнялся прошлым летом. Вечером в понедельник самарцы снова стали заложниками трамвайной пробки. Движение встало на улице Демократической в районе пересечения с улицы Георгия Димитрова. Там трамвай с 7 маршрута поломал пантограф и порвал контактную сеть. На место происшествия оперативно выехали аварийные бригады трамвайно-троллейбусного управления. Вскоре движение трамваев было восстановлено. В Самаре ликвидируют полигон промышленных отходов Зубчининовка. Процесс подготовки к ликвидации объекта начался еще в прошлом году. А в текущем он должен завершиться. Напомним, полигон промышленных отходов Зубчининовка расположен на территории Самары и Волжского района. Он был закрыт еще в 2013 году. На территории полигона находится мазутное озеро, которое неоднократно горело в последние годы. Пойман по горячим следам, сегодня полицейские сдержали мужчину, который накануне украл вещи на сумму более 200 тысяч рублей. В понедельник в полицию обратились жители многоквартирного дома, расположенного в удалотном переулке Кувышского района Самары. Они сообщили, что ночью из тамбора в подъезде были украдены личные вещи. Утром потерпевшие обнаружили двери шкафов открытые. Пропало большое количество верхней одежды, мужские зимние демисезонные куртки, пальто, женская норковая шуба, обувь, а также спортивный инвентарь. Выехавшие на место оперативники установили, что неизвестный по газовой трубе поднялся на козырек подъезда, проник через общий балкон в общий домовой тамбур, взял вещи и скрылся. Вскоре с ворованными вещами он пришел в ломбард, где и был задержан. Был отработан ломбард, который расположен на территории Кувышского района. Был установлен один из подозреваемых, а именно гражданин, который прописан на территории Самарской области. В ходе отработки данного гражданина было установлено, что он является лицом причастным к совершению данного преступления. Во время обыска в квартире задержанного была найдена оставшаяся часть похищенного имущества подозреваемый 23-летний житель Кировского района Самары. Молодой человек ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Свою вину он признал и сотрудничает со следствием. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям. Самарские чемпионы страны по баскетболу продолжают уверенно защищать свой титул. Мужская команда продлила победную серию до пяти матчей. На этот раз дома они переиграли ижевский купол «Родники». О триумфе Самары Сергей Кизоркин. Баскетболисты Самары идут на таран соперников в Суперлеге. Горожане одержали очередную пятую подряд победу в чемпионате страны. На этот раз им сдался почти безбой ижевский купол «Родники». В первой четверти команда показали открытую и результативную игру, в которой немного точнее оказались хозяева паркета 29-22. Хорошая игра. Мы очень хорошо начали. Потом немножечко просели. Опять был импульс, опять был рывок. Мы настроились, нормально все было. Ну а потом мы вышли и показали просто свою игру. Все, сделали все по максимуму. В второй четверти самарцы добились преимущества почти в 20 очков. Против организованной игры горожан ижевцы не смогли ничего придумать вразумительного. 55-37. Такой счет был к большому перерыву. Пропустили подряд, в принципе, там, 2-3-3 очковых. Где-то чуть-чуть получился какой-то дисбаланс у нас в защите. Пытались догнать, Самара поймала уверенность, но, в принципе, мы не опускали голову, старались, боролись. И хотя затем не обошлось без провалов в игре самарской команды, реальных шансов спасти матч у гостей так и не было. Хотя третий период остался за ними. 11-13. Однако в финальной четверти горожане восстановили статус-кво 16-14. И в итоге победили купол родники из Ижевска 82-64. Поздравляю команду Самара с хорошей игрой. Сегодня они очень хорошо играли против нас. Мы старались как могли, но тяжело было сегодня противостоять с этим процентом попадания. Да, где-то мы, конечно, плохо защищались, но в целом они хорошо сегодня попались. После поражения Ижевский клуб остался на седьмом месте Суперлиги. А пятая победа подряд позволила Самаре закрепиться на вершине турнирной таблицы национального чемпионата. Здесь уже больше был настроен. Мы понимали, что Ижевску нужно где-то свои игры брать, потому что если они хотят попасть в восьмерку, но и нам, естественно, не хотелось проигрывать. Достаточно сложная была игра в Ижевске, где мы там самые концовки выиграли. Поэтому отнеслись уважительно к сопернику и сыграли на сто процентов, настроились, так скажем. Следующий матч Самара проведет тоже на родном паркете МТЛ-арены. В четверг в семь вечера игра с Новосибирском. А в воскресенье в 18.00 горожане ждут в гости университет Югру. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самарегиста на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»